Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами я, Дэнджел, из прекрасного, замечательного и солнечного Лос-Анджелеса. Видите, ко мне на сегодня такая майка синего цвета, часть нашего красивого израильского флага, корректуры синего цвета. И, как вы поняли уже по названию видео, сегодня будет такое очень личное видео. Я знаю, что на мой канал подписаны далеко не все евреи, но дело в том, что евреи здесь я. Самое главное на этом канале, тот, кто его ведет, кто его создал и кто продолжает его улучшать. Поэтому сегодня я вам хочу рассказать про один такой случай, который со мной случился недавно. И те уроки, те важные мысли, которые меня посетили в ходе диалога, который случился, и в ходе всей этой ситуации, которые я считаю необходимым, особенно в свете сегодняшних дней, осветить и огласить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень помогает развитию канала. И давайте поговорим. Дорогие друзья, всем вам хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите, лайкаете, комментируете. Для меня это очень важно. А также для меня самая важная цель – это стать знаменитым музыкантом и исполнителем. И многие из вас меня уже поддержали, перейдя на мой канал по ссылке в описании, посмотрев мои видео, поделившись ими. За это вам огромное спасибо. И дело в том, что с каждым моим новым роликом нас становится больше. А это значит, что и я, и вы все делаете правильно. Поэтому тех, кто меня смотрит в первый раз, или тех, кто еще не подписался на мой музыкальный канал, я бы очень хотел попросить, ребят, пожалуйста, по ссылке в описании, там будет и ссылка на мой самый последний клип, и ссылка на мой музыкальный канал. Если вы подпишетесь, это буквально 5 секунд, вам это ничего не стоит. Для меня это будет огромным шагом вперед. Спасибо вам большое. И давайте вернемся к видео. Ну что ж, для того, чтобы донести вам свои мысли, для начала я должен вам рассказать, что же случилось. Недавно в Лос-Анджелесе меня встретили ребята, израильтяне, которые сюда приехали в гости. Вот, они меня встретили, увидели на мне вот эту кипу. На моей кипе написано, что он всевышний хозяин, владыка, владелец мира всего и спаситель нас всех. На моей кипе это написано. Это очень такая редкая кипа, которую не всегда можно встретить. Эту кипу мне подарили в Бруклине, когда я еще жил в Нью-Йорке. Местные ребята из синагоги, они часто ходили по квартирам, по пятницам. Думаю, те, кто знакомы с предшабатними мероприятиями, знают, о чем я говорю. Как правило, в пятницу ребята, молодые, может даже до 12 лет, ну в основном от 13 до 18 лет ходят по квартирам, по домам, если они видят мизузу, они стучатся и просят дать такую коллективную молитву. То есть они ходят, все одевают филин, читают молитву. И таким образом наш посыл Всевышнему, он умножается и становится сильнее. Вот таким вот образом я получил эту кипу. Ребята это увидели, подошли ко мне, начали со мной общаться, узнали откуда, я говорю, я родился в Израиле, в городе Ашкелон. У меня родители из Кабардино-Балкарии. Они такие говорят, а где это находится, Кабардино-Балкария? Я говорю, Кабардино-Балкария, это Северный Кавказ, находится в России. И они говорят, ух ты, а мы даже не знали, что там живут евреи. Ну мы знали, что в России живут евреи, но мы не знали, что в тех местах живут евреи. И я им говорю, ну как же ж так, Кавказ это одно из самых лучших мест для евреев. Евреи там жили очень много лет, и евреи очень хорошо ладят с народами Кавказа, с Кабардино-Балкарией, с Осетией, с Дагестаном, с Чечнёй, с Ингушетией. Извините, кого забыл упомянуть. С Закавказьем у нас тоже всё хорошо, огромное комьюнити было в Азербайджане. С Азербайджаном у Израиля хорошие отношения. В Грузии огромное количество евреев всегда жило и живёт. В общем, рассказал им, откуда я, рассказал им про эти места, про то, как хорошо евреи там жили и живут. И тут они перешли на такую тему, что, слушай, вот если ты здесь в Лос-Анджелесе живёшь, ты не боишься вот так вот в кипе ходить здесь, по городу? Здесь очень много протестов, здесь, ну, то, сё. И меня, честно говоря, это ошарашило. Хотя в каких-то из моих видео я вам говорил, что после 7 октября мне было действительно немножко страшно ходить в кипе, ходить со звездой Давида по Лос-Анджелесу. Но просто в какой-то момент я понял, что так нельзя. И я говорил, почему. И я, будучи в небольшом шоке от такого вопроса, от еврея, от израильтянина, я ему отвечаю, ну, знаете, я взял такую паузу небольшую, думаю, что, ну, может, человек просто переживает, волнуется, он ничего же плохого мне не говорит. Я ему говорю такую вещь. Послушай, друг мой, если я буду бояться того, кто я есть, я тем самым скажу Всевышнему, что я не верю в твою защиту, Бог. Ты мне дал жизнь, ты мне дал тело, ты мне дал национальность, ты мне дал мою веру. Я следую тому, что мне говорили мои предки, наши пророки, тому, что говорит наша Тора, святая книга. Как из-за такой ситуации я могу побояться того, кем я являюсь, того, кем мне Бог создал, ту, какую жизнь он мне дал, тем самым сказав Богу, что я не верю в твою силу, я не верю в то, что ты меня убережешь. Я просто не имею права никакого, ни духовного, ни морального, никакого-либо еще, бояться того, кто я есть. Вообще никто не должен бояться того, кем он является. Неважно, какой он религии и национальности, если Бог тебе дал эту религию, дал эту национальность, если ты родился в этой семье, ты должен быть этим горд, и ты должен уважать всех остальных. Это легко и просто. Но дело в том, что страх это такая вещь, которой убить нельзя, но которому либо ты подчиняешься, либо которой ты подчиняешь под себя. Страх это такое очень тонкое дело. И если случилось что-то ужасное по отношению к твоим людям, ты не должен бояться этого. Ты должен идти вперед. И не надо сейчас мои слова переворачивать в антипользу против меня. Не надо сейчас это переворачивать и говорить, что вот что вы делаете там. Я это видео сейчас выпускаю не для каких-то политических вещей. Я уже давным-давно понял, что тупым ничего не объяснишь. Мне на вас пофигу. Продолжайте писать свои комментарии, вы все равно поднимаете в рейтинге мое видео. Я становлюсь благодаря вам популярнее. Но люди, которые меня понимают, у которых мозги есть, которые умеют думать, которые не пытаются в моих словах найти какое-то ущемление, должны в моих словах, в моих мыслях найти какие-то точки соприкосновения. Ведь, поверьте мне, я не такой какой-то, что ой, только евреи всю жизнь страдали, все остальные жили прекрасно. Нет. Я прекрасно понимаю, что огромное количество национальности страдало. Я знаю про страдания Чечни. Я знаю про страдания африканцев, чернокожих. Я знаю про ущемление уйгуров в Китае. Я про много какие ущемления знаю. Поэтому не надо сейчас мне в обратку что-то говорить. Я прекрасно знаю, о чем я говорю. Но, как я объяснил раньше, пишите свои комментарии, а не только поднимает мое видео в рейтингах. И я ему ответил так, этому парню, который меня спросил, что я не имею права бояться. Никак. Ну и, во-вторых, то, что я хожу в кипе. У меня же на кипе не написаны какие-то антивысказывания. У меня же на кипе не написано убить всех тех или убить всех тех или все не евреи и никто. У меня же об этом не написано на кипе. У меня на кипе написано то, что я вам сказал. Перемотайте видео раньше, чтобы услышать. Я не могу этим кого-то оскорбить. Если у вас тюбетейка, я правильно, надеюсь, я назвал, на которой на арабском написано, что Бог милосердный, что Бог владыка, что он хозяин, что он спаситель всех и всего, это не может кого-то оскорбить. Поэтому любой нормальный человек, который увидит на мне кипу, он либо нейтрально на это отреагирует, либо скажет что-то положительное, какой-то интерес проявит. Понимаете? Я вот когда вижу арабов здесь, мне очень хочется подойти с ними поздороваться. И я себе внутри говорю, что вот если вдруг у них тут что-то случится, если кто-то, какой-то исламофоб к ним пристанет, я подойду и заступлюсь. Ведь я же не знаю заранее, как они настроены ко мне и к моей стране. Но это природа. Так уж получилось, что евреи и арабы братья. Я думаю, что я буду часто об этом говорить, потому что люди не обращают на это внимания. У нас тысячу, миллион, миллиард раз надо сказать, чтобы вы уж как-то успокоились. Это так. Это то, что мне хочется сделать. И мне бы хотелось, чтобы это было всегда так. Поэтому, вот я здесь сейчас так долго эту линию гну, мораль вот этой вот всей истории, что я вам рассказываю, не бойтесь, не надо бояться того, кем вы являетесь. Нас так создал Всевышний. Мы должны делать самое лучшее для близких нам людей. И как только мы с этим справляемся, мы потихоньку можем выходить за рамки нашей семьи. Если это требуется. Как правило, это не нужно делать. Но если это требуется, только наладив все в своей семье, в своем комьюнити, в своей национальности, я имею в виду в комьюнити своей национальности, потом в комьюнити своей религии, как только все наладится, тогда уже можно выходить и вне рамки своей комьюнити. Понимаете, да, о чем я говорю? По утверждению моих слов, я вам расскажу еще одну историю в конце. Как-то я разговаривал с одним из своих раввинов, и тогда еще не было 7 октября. Это было задолго до этого. И у нас был какой-то праздник, где раввин произнес тост, чтобы все евреи мира собрались вместе и шли вперед дружно рука об руку. Ну, конечно, все сказали лехаем, аминь. А я был еще такой, знаете, ну, на юношеском максимализме. И я говорю, Ребе, а как же, ну, все остальные, они ж, ну, они ж тоже дети Бога, почему только евреи? Он мне говорит, нет, ты неправильно меня понял. Мы всегда должны следить в первую очередь за собой и за своей семьей. То есть то, что он имел в виду, что все евреи должны сдружиться друг с другом и сплотиться, а все остальные внутри своих комьюнити, то есть мусульмане должны все сплотиться друг с другом, христиане должны все сплотиться друг с другом, буддисты, индуисты, сикхи и так далее, все остальные. В первую очередь каждый должен сплотиться друг с другом и сдружиться с друг с другом. То есть как в своей семье. Если у нас в нашей семье все хорошо, то мы можем помогать и остальным. А если у нас внутри семьи не все хорошо, то как мы можем говорить остальным, что делать? Это же глупо. Улавливаете мысль, да? Вот и мораль. Не бойтесь того, кем вы являетесь. И ваша семья в первую очередь, а уже потом все остальные. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами скоро. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...